Вашем дворе праздник. В Бобруйске открылась новая игровая площадка. Мне-то нравятся качели. Где еще появятся места развлечений. Предотвращая беду, правоохранители заостряют внимание на кибербезопасности. Мы могли более подробно вам рассказать. На какие уловки чаще всего попадаются бобруйчане. Только с грядки на рынках уже вовсю продают клубнику, черешню, голубику. Очень сладкая, сочная, можно попробовать. Сколько стоит сезонное лакомство. А также суммарная выработка, овощные культуры и первые деньги. Около 40,5 тысяч школьников и студентов смогут подработать в этом году. Какие вакансии предлагают? Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Александр Лукашенко проинспектировал экспериментальные угодья. Ежегодно на так называемых президентских полях, которые растилаются на стыке Витебской и Могилевской областей, аграрии проводят значимые для Беларуси эксперименты. Высеивают разные сорта разных культур, сравнивают отечественные и импортные, четко соблюдают технологии и принципы севооборота. Белорусский лидер лично дает оценку. Вот видишь она? Еще только-только метелка. Хорошая. Вот эта идеальна. Люцерна и клевер. Учись и действия. И посевы кукурузы хорошие. В этом году на арене экспериментов посеяны кукуруза на зерно и травы клевер, люцерна, смесь клевер, тимофеевка. Лучший опыт найдет применение в каждом уголке Беларуси. На страже порядков сети по 5 июня в Беларуси проходит декада кибербезопасности. Основная цель – принятие мер, направленных на уменьшение количества киберпреступлений и мошенничеств в интернете, а также повышение цифровой грамотности. Сотрудники управления внутренних дел Бобруйского госполкома ежедневно, ежедневно на предприятиях, еженедельно руководители выступают на предприятиях и доводят ту или иную информацию, где мы задаем вопрос гражданам, спрашиваем, какие есть непонятные моменты для того, чтобы мы могли более подробно вам рассказать, чтобы вы не попались на уловки преступника. С начала года на территории Бобруйска выявлено 108 киберпреступлений. Самыми распространенными видами стали звонки злоумышленников под видом сотрудников правоохранительных органов, банковских учреждений и сотовых операторов, продажа несуществующих товаров в интернете, обман под предлогом вложения в криптовалюту и трейдинг. Общая сумма ущерба – 255 тысяч рублей. Цифровая инициатива, временная занятость и выгодное замещение. Суммарная выработка электроэнергии белорусской АЭС достигла 30 миллиардов киловатт-часов. С какого момента идет отчет? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. В Беларуси завершается сев овощных культур. Занято уже более 4,5 тысяч гектаров. Полностью работы окончены в Гродненской и Минской областях. В заготовке кормов в лидерах Брестская. В закромах более 7 тысяч тонн сена, почти миллион тонн сенажа. Идет заготовка силоса. В целом по стране травы скошены на более чем 40% площадей. Почти 90 предприятий Беларуси легкой промышленности зарегистрировались на цифровой платформе EOS, которая стремительно набирает популярность. Среди преимуществ разработчики отмечают поиск поставщиков, выстраивание логистических цепочек поставок продукции. Также есть сервис по поиску персонала. Около 40,5 тысяч школьников и студентов смогут подработать в этом году. Молодым гражданам для этого необходимо собрать пакет документов, в том числе справки с места учебы и состояния здоровья. Как правило, молодежь зарабатывает первые деньги в сферах благоустройства территорий, ремонт на строительной и лесной отрасли, сельском хозяйстве. Суммарная выработка электроэнергии белорусской АЭС достигла 30 миллиардов киловатт-часов. Это позволило заместить около 8 миллиардов кубометров природного газа. Отсчет ведется с момента включения в объединенную систему первого энергоблока с 2020-го. Сейчас станция обеспечивает возрастающий спрос реального сектора экономики и населения на электроэнергию. Белорусская команда МАС «Спортавто» намеревается в этом году защитить звание победителя крупнейшего в мире соревнований по ралли-рейдам «Шелковый путь». Пройдут состязания с 5 по 15 июля по территориям России и Монголии. Финиш в Улан-Баторе. Открытый диалог. В городе прошла встреча с молодыми специалистами сфер ЖКХ и энергетики. Беседы такого формата уже стали традицией. Темы обширны от условий труда до житейских вопросов. С каждым специалистом председатель знакомится, уточняет детали, расспрашивает о дальнейших планах. Молодежь, в свою очередь, не теряет возможности. Делится предложениями, озвучивает просьбы. Стараемся узнать какие-то проблемы у ребят есть, что необходимо нам, как руководителям города, сделать. Но в основном все проблемы решаются на предприятии. Самое главное, что ребята целеустремленные, хотят работать, хотят дальнейшим учиться. Но самое главное, чтобы они оставались жить и работать в городе Бобруйске. Встреча пошла на достаточно дружелюбном уровне. То есть это не была какая-то официальная встреча с руководством, с подчиненными. Это прошло все достаточно весело, интересно, нас услышали. Молодое поколение интересуется историческим наследием города. Одно из пожеланий – реконструкция Бобруйской крепости, чтобы превратить достопримечательность в популярное туристическое место на карте страны. Натурпродукт в деле. С середины мая прилавки на рынках города пестрят красками. Фермеры из ближайших районов ежедневно съезжаются, чтобы накормить сладкими ягодами всех желающих. Пока цены на самые желанные овощи – фрукты кусачьи. Роман Костюков провел разведку боем. Несмотря на будний день, на рынке ажиотаж. Завсегдаты и торговых точек уверяют – к концу недели суматоха нарастет. Приобрести свежие и, самое главное, натуральные продукты стремятся многие. Ассортимент и прейскурант разнообразен. В зависимости от сорта – помидоры от 5 до 15 рублей за кило. Огурцы – от 2,5 до 5. Капуста – 2 рубля в среднем. Ароматный укроп обойдется за рубль. Самой желанной ягодой завалены все ряды. За килограмм просят от 7 до 25. Разница в сортах и размерах. Очень сладкая, сочная. Можно попробовать, пожалуйста. У привередливого покупателя свой райдер. Кому-то подавать товар с конкретного района, кому-то важны принципы выращивания. Очевидно одно – на любой вкус и кошелек найдется предложение. Правда, местные говорят «в выходные» и ценник другой. Все решает спрос. Но и рыночные отношения никто не отменял. Зачастую можно сторговаться. На рынке кажется, что более свежие продукты, овощи, фрукты. Выбор больше. Поэтому нам больше нравится на рынке покупать и овощи, и фрукты. У Оли самое лучшее обслуживание и лучший товар на рынке. И как часто приходите? Не знаю, я рядом работаю, не знаю, пару раз в неделю. Хорошо. Почему берете? Потому что это домашнее. И еще? Свежее, вкусное. Рыночные фрукты и овощи отличаются от магазинных, уверены покупатели. Свежесть, натуральность, стоимость. На прилавки овощи и фрукты поступают прямо с грядки. Мы сами хозяева. Мы давно уже приехали в Белоруссию, живем здесь, в Белоруссию. И каждый день, через день мы ездим за товаром. Я сама продаю этот товар. У нас всегда свежий товар. Это первый. Огурцы из Пинска. Краснодарские, можно сказать, помидоры. Ну, это пинские. Так что мои покупатели все довольны. Это самое главное, что у меня есть свои покупатели. Сами приходят, сами выбирают. Самое главное – доверие. У нас больше спрос идет на клубнику, персики, нектарины, потому что это сезонный товар. Сейчас в основном клубника, потому что сезон клубники. Скоро пойдет черешня. Фрукты, как вы видите, хорошие, свежие. Можно приходить, покупать цены доступные. Ассортимент на рынках с приходом тепла расширяется день ото дня. На прилавках много отечественных огурцов, клубники, зелени. Хватает и экзотики. Из Азербайджана, Узбекистана, Таиланда, из европейских стран, за которую, правда, придется раскошелиться. Роман Костюков, Дмитрий Шевцов, Бобруськ-360. На зависть взрослым в преддверии дня защиты детей в спальном районе города появилась новая детская площадка. Первая из шести запланированных в Первомайском районе открылась на Батова-20. Тут с утра не смолкают счастливые голоса. Во дворе праздник. Для юных бобручан – раздолье. Песочница, домик, горка, качели, лабиринт, полосы препятствий – все на безопасном резиновом покрытии. Теперь это центр притяжения для ребят со всего района. Родителям придется постараться, чтобы заманить домой своих чат. Смотрю, в окно тут такую площадку построили. Я прибежал, на качели тут катался. Мне тут нравятся качели, они очень крутые в виде лодочек. Я тут научилась залазить. Есть горка, на которой можно лазить по канату и чувствовать себя скалолазом. Буду играть здесь с одноклассниками и с лучшими друзьями. Ну тут есть такая лазилка, я на ней могу забираться и смотреть на красивые виды. Могу качаться на качелях и чувствовать себя, будто я на облаках. В прошлом году в Бобруйске прописали 10 новых спортивно-игровых комплексов. В год качества сбавлять темпы не собираются. Всего до 3 июля силами коммунальных служб планируется установка 11 детских и двух спортивных площадок. Номер один. Из года в год Бобруйск несет почетное звание города для жизни. В подтверждении не только радостные улыбки самых строгих критиков детей, но и оценка республиканского масштаба. По итогам смотра санитарного состояния благоустройства населенных пунктов нашей страны за 2023-й Бобруйск на первом месте. Прибалтийские истории, альтернативная история эстонцев и литовцев по западному сценарию. О чем фантазируют в Эмираты и кто пытается поставить Россию на колени? Все ответы после выпуска новостей в программе «Политический курс». Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!